Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Булочка. Вот спустя такое долгое время мы, Глелк и Графки Лерадин, начали снимать продолжение Виктории 2 Феникс Мод. В этой компании Глелк играет за Латвию, а я играю за Белоруссию. В прошлых сериях мы потихонечку запилили, распилили Эстонию и почти запилили Литву. Украина у нас превратилась в Малороссию, и ее мы тоже успешно попилили. Почему бы и нет? Я в сфере России, мне хорошо. Потихонечку в мире происходит много интересных вещей. А, да, ну и наши экономики в небольшом кризисе. На этом мы закончили просто серию. У нас был дикий, лютый кризис. Это связано с тем, что нас взяли в сферу Российской Федерации. Да, да, да. Ну и в общем... Маленький империалист. И... Ну, в общем, увидим, что будет дальше. Начинаем? Да, начинаем. О, минус 287. Ну, ты сейчас знаком. Минус 521. Как хорошо. О, у меня плюс 50. А было где-то плюс 200, по-моему. Вот и... Я в плюсы. Там, на самом деле, прикол в том, что спустя длительное пребывание в сфере у тебя экономика останавливается, потому что... Ну, это очень хорошо. Потому что рынок перестраивается под... Под твоего владельца... Ну, в принципе, это как со всем. Как с санкциями. О! Да, да. Опа. Слушай, очень интересно. Что происходит? Я бы повоевал с Польшей, на самом деле. Ты как считаешь? А ты ВД, что ли? Ты ВД, что ли? Нет, ну я в сфере России. Думаю, нас можно пригласить. А, ну да, нас. Это не за Польшу. За Польшу, да. О, чехи-то мы снесли. Против Китая доставила. Снесли. Да, снесли вы его. Защита. Так, ну давай, чё-чё. О, технологии надо сучить. Так, флот мне не нужен. Культура. Промышленность. Так, а у меня госкапитализм. Да. А, чешный рыночный экономик твоя любимая. А так я её пытаюсь продвинуть, но пока ещё рано. Так, давай определимся, кого будем дальше пилить. Литва в сфере России? Чё, швеция, Финляндия. Может, всё равно я попили? Как? У меня Россия в союзниках, кстати. А, она вступится за эту. Да. Почему? Ну, я что ж в этой сфере? Там... У неё будет... Может, понимаешь, мы у него... Ооо. Что, стоп, у меня Российский Союз, да? Да, всё. Закончилась интересная игра, начинается теперь нагибание со стороны Евросо... Евразийского Союза. Теперь, короче... Ну, в принципе, ты можешь заканчивать нашу серию видео по Феникс-моду, потому что дальнейшая игра потеряет в полный смысл. Что? О, я Евросийский Союз теперь. Можно на паузу поставить? В смысле, ты... Красавчик. Ну что? Пора тебе присоединять. Подожди, подожди. Подожди. Давай закончим логический выпуск. Мы... Пытались поиграть. Ну, мы так долго ждали этой серии. Нет, ну, давай реально... Давай закончим, короче. У меня... Просто давай сейчас на паузу поставим. Давай вот правда. Ну, я реально подожди закончу. Вы сами видите, как ведет себя Евразийский Союз. И, наверное, представляете, дальнейший ход кампании, это будет Евразийский Союз продвинуться до Италии, Германии, до тех границ. Возьмёт себе Казахстан, всякие Монголию, вот эту всю фигню. А остальным ничего не останется. Ну, там, не знаю. Более Казахстан. Попилить можешь какую-нибудь... Нет, Скандинами тоже они возьмут. Но суть в том, что игра сделана с большим уклоном за игру за Россию. То есть, чтобы те, кто играет за Россию, получили максимум удовольствия. Но играть за остальные страны становится невозможным. Поэтому я считаю, что дальнейшее предложение кампании бесполезно и глупо. Не знаю, по собственному опыту, потому что играл за Югославию, и это было ужасно. Ну, давай попрощаемся там, как-бла-бла-бла. Ну, надеюсь, вы смотрели две с небольшим хвостиком интересные серии. И вам очень понравилось. Да, мы... Ну, на самом деле, это получилось очень удачно, потому что мы планируем... Сейчас выходит обновление на Phoenix Mode, и мы обязательно продолжим уже, после большого количества обновлений, которые уже в зато время произошло, много новых событий, эвентов для разных государств. То есть мы попробуем встречаться за другие страны, а не за те, которые находятся на границе с Евразийским Союзом в будущем. Чтобы мы были как можно дальше, тогда большого, фиолетового монстра. Розового. Ну, фиолетовый Дальтоник. За Дальтоник. Ну, в общем, надеюсь, вам было интересно. Ну, все-таки, да, вы, наверное, вынуждены извиниться за эту серию. Ну, все-таки тут еще глядит, как Степа. Но, как видите, мы не виноваты. Степа, сука, автор пеницы. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь этим видео, делитесь нашим каналом. А, ну да, кстати, у нас же к этому моменту либо уже выйдет, либо должно быть выйти видео про GTA 5, да, мы там балуемся. Надеюсь, вам это тоже понравится, так что смотрите. Ну, и опять же следите, нас поддерживает группа PhoenixMod ВКонтакте. Мы в описании укажем на нее ссылку, она нас поддерживала, репостила. И мы хотим сказать большое спасибо автору мода, который сегодня разрешает. Мы все равно скажем большое спасибо. Также подписывайтесь на нашу группу, на наш канал. Которая тоже будет указана в ссылках в описании. Спасибо за просмотр. С вами был Галелк и... Играф Киллер 1. Только надо наоборот говорить, ну ладно. И так поймут.